... моего марафона, и мы будем рисовать в течение трёх дней диснеевских героев, точнее сегодня будем рисовать, завтра мы будем в ютубе моём лепить, а уже на следующий день, на третий день, мы будем снова рисовать картину уже в тикток. У кого нет доступа в тикток, то будет запись прямого эфира, надеюсь, что она осуществится, так же, как и сегодняшняя тоже, и уже запись прямого эфира я выложу в ютуб. Так что давайте присоединяйтесь, я пока подготовлюсь. Ну, у меня уже всё готово, собственно, из пластилина, а вот я хочу ещё зажать свечечку. Мы, кстати, с ребятами в Zoom, у нас есть такая традиция, не хочет. Мы каждый урок, здравствуйте, зажигаем свечки. Ну, давай. Не хочет. Всем привет! Привет-привет! Напишите, пожалуйста, кто сегодня будет рисовать вместе со мной на эфире. А кто зашёл, пока просто посмотреть не хочет. Сейчас я попробую её подковырять. Подковырять. Напишите. Она у меня... О, всё, наконец-то. В общем, она у меня вот такой дугой загнулась, поэтому не хочет гореть. О, всё, загорелась. Скоро она на самом деле закончится. Это икеевская свечка. Ягодный вкус. Мне очень нравится. Просто смотрю, я вместе. Отлично. Отлично. Давай сейчас. Скажу, что нам понадобится сегодня. Значит, мы сегодня берём с вами картон. В принципе, можно взять любой цвет. Ну, лучше всего белый, так как он нейтральный, он подо всё подойдёт. Можно также взять... Что будет сочетаться, да, с нашей работой, давайте я перечислю. Белый картон, потом жёлтый можно взять, голубой можно взять. Я сейчас просто смотрю на персонажа, которым будем с вами рисовать, и подбираю. Думаю, что можно ещё взять зелёный. Даже оранжевый, и чёрный будет красиво, и синий будет красиво. Не берите только какие-нибудь красные, розовые, вот эти вот цвета не берите. Вот, всё остальное, серый тоже, всё подойдёт. Также, также, перечисляла тоже в телеграм-канале цвета. Но здесь нужно повторить, потому что не все есть в телеграм-канале. Смотрите, сегодня понадобится два оттенка коричневого. Посветлее, потемнее. Дальше. Белый, супер. Розовый. Чёрный. Белый. Балберис. На самом деле, пакет не от пластилина, а просто пакет. Я его положила туда. И телесный. Ещё я писала, что, ещё не писала, а говорила, что нужно взять охру. Но если у вас, как и у меня, не охра, а есть, допустим, вот такой вот золотой, то берите золотой. Очень рекомендую. Так, ну что. Готовы. Я сегодня не буду прям долго-долго ждать, потому что времечко у меня тоже ограничено. Это первый момент. А второй момент это то, что хочу, чтобы в записи уже кто будет смотреть, да, я надеюсь, что сохранится, чтобы тоже ребята долго не ждали. Просто сейчас, кто здесь есть, напишите, что вы готовы. И мы начинаем. Я думаю, что ещё нужно будет, конечно, взять... Хотя нет, не нужно. Не нужно. Всё. Ну что, ниже. Поставьте хоть какой-нибудь смайлик, сердечко, что-то поставьте. Я поняла, что вы готовы. Либо у меня немножко отстаёт интернет. Да, капитан, всё, супер, увидела. Отлично. Так, сейчас я переверну карту. На самом деле, я очень давно не заходила в эфир, в инстаграм. И пять минут. Ну, я вообще задержала эфир из-за этого, что я тут очень много возилась. Вспоминала. Как это? Каково это? Ой, а почему так мутно? Камера вроде как чистая. Это какой-то фильтр стоит. О, всё, отлично. Убрала. Убрала все фильтры. Фильтр был, наверное, на мутный, на портретный режим. Я поняла, что когда я была в эфире, у меня задний фон был мутный. Так, что тут торчит? Нам это... Опачки. Нам это не нужно. Сейчас мы попробуем. Я на самом деле хотела ещё... О, вот так. Хотела включить музыку для вас, но потом вспомнила, что инстаграм, он не любит музыку в эфирах. Когда вставишь музыку в эфиры, то потом эфир без звука. Он как бы сохраняется, но он без звука. Поэтому всё не без музыки, к сожалению. Итак, начинаем мы с телесного, берём телесный, и из телесного делаем колбасочки и выкладываем их по форме круга. На самом деле мы сейчас с вами, ну, на уроках мы обычно всё прорисовываем, делаем эскиз, это всё подробно, долго. Если вы сомневаетесь, что, да, у вас должен получиться ровный круг... Привет-привет! То рекомендую здесь какую-нибудь кружечку, да, вот здесь вот сверху обрисовать и, собственно, потом обвести пластилином. Могу сказать так. Кто видел, да, я ходила на мастер-класс. Сейчас я вам покажу. И вот я рисовала вот эту картину. Это красками акриловыми. Я... ой, вот, я рисовала её. И как видите, здесь солнце, да, круг. Этот круг я рисовала руками. То есть не было никакого циркуля, ничего. То есть это было очень-очень сложно, потому что ещё круг белый. Поэтому рекомендую вам тренироваться уже сразу пластилинчиком, тоже начинать уметь творить круги, да, без какой-либо помощи, без циркуля, без тарелочки, без кружечки. Но если вы в первый раз, да, если вы сомневаетесь, то, конечно же, лучше, чтобы работа была красивой, лучше что-то себе вспомогательное взять. Здравствуйте, на какой возраст рассчитано? На самом деле сегодня работа достаточно простая, без фона, да, мы будем рисовать только героя. Если ваш малыш, ваш ребёнок, да, он выполнял какие-либо работы по моим мастер-классам коротким, да, которые я выкладываю здесь даже в Инстаграме, то он сегодня тоже справится. Вот. Вообще от шести лет, я думаю, что так, потому что, ну, герой достаточно такой детализированный, поэтому от шести. Ещё потому что ещё онлайн, да, то есть если бы мы с вами встретились вживую, то, конечно же, даже в четыре годика мы бы смогли это нарисовать. Вот. Но так как онлайн, по связи, да, в эфире, только если мама поможет, да, то в четыре года тоже можно. То есть здесь всегда так. Так, поэтому у меня тоже все курсы, которые в записи рассчитаны для малышей, вот они от четырёх лет, даже пять ещё лет. И я вот в Zoom уже беру только от шести лет, потому что ребята уже самостоятельны, они, если что, даже могут там выключить звук, когда нужно, точнее, да, включить камеру, то как-то не теряться с техникой и уже могут меня слушать, повторять за мной и рисовать самостоятельно. Вот. То есть у меня в Zoom очень-очень редко бывает такое, что мама там присутствует, это только же по желанию мамы, если мама очень-очень этого хочет сама, да, то есть она тоже, ей нравится пластилин. Вот. Это большая редкость. А так, тот, кто младше шести лет, вот для них я, у меня есть видеокурсы, по ним ребята вот с мамами дома по записи, получается, рисуют вместе. Ещё не пробовали, сына шесть. Вот, я думаю, что всё получится. Подключайтесь. В том плане, что доставайте тоже пластилинчик и начинайте с нами рисовать. Здравствуйте. Ангелина, привет. Привет, привет. Всем привет. Так, вот я сейчас создаю кружок. Да, и кому шесть, то точно нужно взять что-то кругленькое, да, чтобы красиво было, обвести карандашиком, а потом уже обмазывать пластилинчиком. Старайтесь разглаживать. И как нарисуете круг, закрасите его, напишите, что вы готовы, чтобы я понимала, да, немножечко всё-таки подождать или уже начать что-то новое создавать. Обязательно разглаживайте. Обязательно разглаживайте, чтобы не было морщинок, потому что это у нас будет самая важная, самая главная часть нашего героя. Если же, кстати, есть какие-то догадки, я специально не говорю, у нас всегда так на марафонах. О, Ариша, привет. Всегда так на марафонах. Ребята всегда угадывают, что мы лепим, что мы рисуем. Тема есть, да, она сугубо сужена, поэтому не надо там думать, что это какое-то солнце или ещё что-то. Диснейские герои, да, диснейские герои у нас сегодня, и поэтому, если есть какие-то догадки, есть какие-то додумки, что же это такое, то, пожалуйста, говорите, пишите. Ариша, ты, кстати, как у тебя? Я так понимаю, что у тебя получилось зайти в зум. Скажи, пожалуйста, долепила ли ты дракончика? О, Илья готов. Супер. Супер. Илья, есть догадки, что это будет у нас? Я, кстати, в этот раз брала таких героев прямо, ну, как это сказать так, ну, не попсорно. Рисовых, так сказать, потому что в прошлом марафоне, год назад, кстати, такой же марафон у меня проходил, про диснейские герои мы рисовали, и лепили, да, и лепили. Я брала прямо главных героев, кстати, это подсказка вам, я брала главных героев, да, то есть мы, давайте вспомним, кого мы рисовали, кто был на прошлом марафоне, или, может быть, видел записи прямых эфиров и лепил, рисовал тоже по ним, кого мы рисовали. Могу сказать, давайте начну я, да, одного назову. Рисовали Винни-Пуха, диснеевского, не советского, диснеевского. Дальше. Кто еще помнит? Бэнби, правильно, да, Бэнби, мы лепили фигурку. Верно. Еще мы лепили фигурку Короля Льва. И еще был герой, да, по-моему, еще один. Четыре дня длился марафон, не три. Какой еще был, кто помнит? Герой. Что мы лепим? А мы рисуем диснеевского героя, которого нужно будет угадать. Ну, по мере того, как мы будем рисовать, вы уже будете понимать. Я уверена, все знают этого диснеевского героя, так что не переживайте. Просто он не главный, он второстепенный. Так, дальше я беру светло-коричневый и раскатываю тонкую колбаску, которую кладу вокруг моего круга. Вот таким образом. Так, сейчас. Аккуратненько, одной длины. Микки Маус, кстати, возможно, да, мы, может быть, его тоже рисовали на марафоне. Но я еще одно вспомнила. Мы тогда очень долго спорили, кто же это был, Поночка. Или, забыла, Дейзи ее, по-моему, звали. Тетушка Поночки, вроде бы. Ну, в общем, мы лепили уточку из Утиных Историй, девочку. Она, кстати, тоже не главная героиня была. Наверное, поэтому многие не знали, как ее зовут, забыли. Но здесь вот сегодняшний герой, все знают, как зовут его. Все знают, из какой он сказки. И он, кстати, очень красивый. Вот мы сегодня с вами сделаем. Прям очень красивый герой. Детализации, кстати, много. Сегодня не Микки Маус, если что. Доделала дракона. Супер, ты же моя хорошая. Присылай, пожалуйста, фотографию в чат, да, к ученикам в зуме. И я вот после эфира обязательно гляну. У тебя, кстати, Ариша, есть фирменный же, да, еще стиль, как фоткать. Поэтому я тебе сегодня написала, что ты красиво в прошлый раз Круэлла сфоткала. И если хочешь, либо вот так же красиво, да, можно сфоткать, либо в своем фирменном стиле. Ну, тоже красиво. В общем, самая главная задача – красиво сфоткать. Но уже здесь на выбор. Фирменным стилем или же обычным. Но тоже красиво очень получается. Это какой красивый? Это светлый. Это светлый, да. Аккуратненько кладем колбасочками. Обрубляем наш шарик в кольцо. Вот таким образом. Кто это сделал? Напишите, что вы готовы. Дальше нам снова понадобится этот же коричневый. И будем продолжать дальше. Как мне потом вам это отправить? Что отправить? Что мы сегодня срепим? В этот, в Телеграм? Всегда-всегда, ребятки. Да, кстати, хороший вопрос. Я озвучила, но озвучиваю всегда на своих марафонах. Все свои работы отправляйте либо в Телеграм, либо смотрите. Сегодня первый день, он проходит в Инстаграме. И, конечно же, вы можете, и даже лучше будет, если вы выставите у себя в сториз. А я перерепошу, да, что у вас получилось. Поэтому выставляйте в сториз, отмечайте никлинка-лепка. Я буду к себе в сториз репостить. У вас теперь троихся приходит на занятие свечки. Да, да. Только не все знают, для чего нам свечка нужна. Это у нас с вами, с зумчатами, большой-большой секрет. Вот. Так. Дальше мы берем опять светло-коричневый. И вот так немножечко под углом добавляем колбасочки расплющенные, расплющенные и толстоватые вот такие. С одной стороны и с другой стороны. Я не знаю, куда делись в вашем телеграм-канале. Комментарии. Можно вот эту ли волос кинуть? Да, я помню, кстати, вспомнила. Ты спрашивал. Не знаю, куда они делись. Надо вот узнать. Например, Арина. Да, есть ли комментарии, видны ли тебе комментарии в телеграм-канале. Напиши об этом сейчас тоже здесь. Если есть возможность, посмотри. Вот. И я уже ответила. Можно в институте выставить, отметить ник. И все. Я увижу. Так. Дальше, смотрите. С этой стороны также прикладываем. И только смотрите, самое важное, чтобы они были одной длины. Вот таким вот образом. Да, мы сейчас немножко здесь укоротим. Если есть какие-то догадки, кого же мы тут лепим. Пишите. И соединяем таким же, кстати, толстым, такой же толстой колбаской, две наши линии, дугой. Мы тоже такой толстой колбаской соединяем. Вот таким образом. Нету комментариев. Интересно. Слушайте, вы меня прям удивили. Я и думаю, почему никто не пишет. Странно, странно. Я ничего не отключала. Может, как-то случайно что-то я нажала. Я, кстати, в настройки очень давно не залезала. Я тогда посмотрю, ребята, обязательно посмотрю. Спасибо, что написали об этом. Я посмотрю обязательно сегодня же. Вот такой дугой. Да, мы с вами прикладываем колбасочку. И теперь еще немножечко давайте добавим пластилина вот здесь на уголочках. Да, ребят, я посмотрю. Вот здесь вот так полукруг. И с другой стороны тоже полукруг. А внутри вот здесь вот. А, нет, еще полукруг. Еще три шарика надо положить сверху. Вот здесь. Значит. Вот так один. Можно предположить. Конечно. Я же говорю, как будете думать о чем-то, конечно же, пишите. У нас с вами как это, как мини-игра в пластилиновый мир. Помните, да, когда мы с вами олепим, сразу нужно писать догадки. Так что здесь то же самое. Только здесь время больше растянуто, больше, чем минута, да. Поэтому обязательно. Обязательно пишите, как думаете, что это такое. Так. А вот здесь внутри мы закрашиваем темно-коричневым. Ну, смотрите, какая штука. Вот, допустим, вот эти бока, да, они у меня такие достаточно полуобъемные получились. Надо сейчас взять вот так вот работу под углом. Они полуобъемные. А вот это вот внутри, темно-коричневым, мы именно размазываем. То есть мы не кладем колбасками, а размазываем. Я знаю, это часы. Верно. Верно. А из какой сказки? А из какой сказки? Из какой диснеевской сказки у нас сегодняшние часы? Мне тоже так кажется. Но вот видите, я же вам говорила, что вы догадаетесь, что это известный герой. Напишите сказку. Принцесса и чудовище вроде. Но не совсем, не совсем. Золушка. Нет, точно не Золушка. Красавица и чудовище, ребята. Красавица и чудовище. Но, скажу вам больше, я когда знакомилась с этими героями, да, то есть я не просто так их взяла на Абу, я смотрела, как их зовут. Да, из Диснея. Золушка она тоже, почему? Золушка тоже экранизирована Диснеем. Так что все в порядке. Ты как бы правильно мыслила, да, но не ту сказку нарисовала, но сказала. Смотрите, его звали, да, то есть кто знает, почему часы, да, вот, ну, я думаю, что это вы, наверное, помните. Откуда там вообще взялись живые часы? Кто помнит? Напишите. Почему там были говорящие часы? Живые часы. Что там произошло? Или он изначально такой был? Зло проклятие. Да. И получается, что если проклятие наложили, то часы кем были до этого? Каким-то животным или, может быть, человеком? Или, может, каким-то другим предметом? Кто знает? Кем были часы? Или чем? Только без гугла. То есть все вот знаете? Пишите. Не знаете? Пишите. Не знаю. Туда предполагайте, если не знаете. Но не гуглите. Человеком. А кто не помнит? Вот. Хороший ответ. Он, по-моему, был дворецким. Даже не по-моему. А... Дворецкий. И дворецкого звали. Очень таким сложным, на самом деле, именем. Не каждый ребенок, мне кажется, запомнит. Даже не каждый взрослый. Не знаю, как будет правильное ударение. Но его звали Когсворд. Как кроссворд звучит. Когсворд. Вот такой вот персонаж. Не знаю, запомните ли вы после даже моего прямого эфира, как его зовут на будущее. Да и нужно ли это. Но вот так его звали. Дальше мы его здесь украшаем золотом. Или охры, да, у кого нет золота. А у кого нет охры, то возьмите из золотого, когда у кого тоже нет. Золотого, если из золотого. И охры, если нет, то тогда берите оранжевый и им украшайте. Вот вы знаете, вот ты говоришь, не думаю. Вот в моем детстве у меня моя бабушка. Не знаю, кстати, может, у вас сейчас тоже. Кто знает, может быть. Всяко может быть. В моем детстве у родителей было очень любимое увлечение одно. Сейчас все в интернете сидят, да? Там смотрят Инстаграм, ВКонтакте, рецепты. Не знаю, в общем, видео на Ютубе. Много что, сериалы, да? Взрослые, я имею в виду. Ну, короче, у каждого свое занятие. Ну, вот в моем детстве у моих родных, у бабушки и у папы, было одно общее занятие любимое. Это разгадывание кроссвордов. И вот если бы... А там были такие, я помню, вопросы, знаете, такие с подвохом, так сказать. Вот там бы по-любому это было. Вот как звали заколдованные часы красавицы и чудовищ, да? Какое у него было имя? И там уже, если ты не знаешь, а интернет тогда тоже нельзя было загуглить, то можно было бы только догадываться, да? То есть там же, когда в кроссворде есть одно слово, то из него выходит там остальные, да, наверх, вниз. И получается, что, по сути, если ты угадаешь потом остальные, то ты можешь это сложить. Если там, конечно, не все буквы, то какие-то проходят догадываться, как в поле чудес. Вот. Еще я подумала про ЕГЭ, но на ЕГЭ сказки, допустим, по литературе, вроде как не попадаются, насколько я знаю, да, потому что мы больше по русской литературе пишем. Вот. И поэтому... Но там, кстати, тоже в ЕГЭ очень любят такие вопросы каверзные. Не знаю, как сейчас, есть они или нет, но вот когда я сдавала, были такие вопросы. А какого цвета там было, не знаю... Была одежда. Давайте сейчас. У кого? В общем, у какой-нибудь героини, да? Сейчас даже в голову не лезет ничего. Вот. Очень любят такие вопросы, вот именно детализированные. Или пересматривать. Да, 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 да. Или пересматривать надо было, чтобы ответить на кроссфорд. Так, смотрите, дальше из золотого мы делаем ручки. Раскатываем колбаски. На самом деле, очень красивые часики. Такие часики, если бы... были бы... А, кстати, может быть, они и продаются. А то... Я бы хотела купить. Уж они прям прикольные. Елена, у меня второе место по Олимпиаде. Ариша, поздравляю тебя. Ты говорила, что ты не знаешь ничего. Вот видишь, какая ты умничка. Молодец. Быстро, кстати, результаты пришли, да? Ты говорила, там неделю можно ждать. Так что умничка. Так. Слышно, видно меня, что-то тут произошло. Видимо, моя радость, посланная Арине, она тут все у меня... Как это сказать? Зависла из-за моей энергии радостной. Я так думала о задании с ВПР. Ух ты! Это сложно. Которую мы уже писали. Что прям такие же попались? Или просто на похожую тему? На похожие правила русского языка. Так, дальше опять из светло-коричневого мы раскатываем колбаску. Ее немножечко вот так сплющиваем. И помещаем вот здесь внизу. На самом деле, немножко похоже на какую-то неваляшку или матрешку. Прикольно. Добавляем. Вот здесь вот немножечко размазываем. А нам еще нервно ждать результатов ВПР. Илюш, вы давно уже написали ВПР. Почему? Почему у вас еще нет результатов? Ровненько только стараемся, да? Еще те же задания, но слова другие. Ага. Ну это, кстати, здорово. То есть, по сути, ты подготовилась, да? Потому что ты знаешь правила, ты знаешь, как, что там пишется, да? Как доказать какое-то правило. Ну, просто не знаю, какие там были задания у тебя. Потому что вы уже там писали ВПР. И вообще задания, скорее всего, да? Когда вы готовитесь к ВПР, у нас с учителем все эти задания тоже по несколько раз делаете. И здорово, что в Олимпиаде были все знакомые задания, да? Так сказать. Они... Вот у меня в школе бывало такое с сюрпризами. Вроде как нам говорили, что вот в Олимпиаде будут такие задания, как вы там писали контрольную. А потом приходишь на Олимпиаду, и опачки, что это тут такое? Непонятно я. А я к этому не готовился. Или мы этого не проходили. Или я этого не помню. Так что это здорово. Там с этим все долго. И долго это как? До Нового года-то узнаете? Или вообще непонятно? Я помню, я всегда... Ну, не всегда, это один раз было в моей жизни. Я ЕГЭ, слава богу, один раз давала. И вот когда я ждала результаты ЕГЭ... Ой, это вообще... Вот как-то и написал, Илюш, судорожно. Так, давайте, пишите, у кого уже готовы ручки и подставочка. Подставочка будет двухъярусная. Можно, кстати, потом в конце добавить какой-нибудь красивый фон. Но это уже по желанию, это уже вы сами. Вне эфира. Вы знали, если хорошо написать ВПР, то учителям дадут премию? Нет, я не знала. Ну, я, кстати... Вот я не знаю, но мне кажется, что это тоже есть такая штука. Вот, допустим, я когда в институте училась, я сдала диплом... Ну, у меня красный диплом. То есть я получила пятерку, и еще потом красный диплом получила. Потому что у меня все остальные тоже по всем предметам были пятерки. Но, по-моему, если ты защищаешь пятерку, то преподаватель тоже что-то... Какая-то премия ему за это идет. Но я не уверена, но мы почему-то вот так вот с одногруппниками считали. Вот. А нам ничего. Ну, да, кстати, да, несправедливо. Мы пишем, мы трудимся. Ну, смотрите, на самом деле, как несправедливо. У вас же учителя готовят, ваши учителя учат, правильно? Это значит, что учитель вас хорошо подготовил. Так, кто готов? Давайте, напишите. И будем дальше продолжать. Все, здесь еще маленькие такие добавлю колбасочки. Чтобы по длине ручки были. Сюда и сюда. О, готовы! Супер! Супер! Тогда делаем еще ножки. Да, то есть это просто объединяющая подставочка. Но дальше у нас идут ножки. Тоже из коричневого. Значит, один прямоугольничек у нас здесь. Напоминаю, что завтра у нас прямой эфир пройдет в Ютубе. Не здесь, в Ютубе. Я решила этим марафоном охватить всех своих подписчиков. Потому что все-таки я вижу, что есть приверженцы разных соцсетей. Особенно сейчас, когда мы все разбрелись. А кто-то ушел из Инстаграм. Кто-то все-таки остался. Кто-то перешел в Ютуб. А кто-то новенький у меня пришел в Ютуб. Поэтому я решила, что этот марафон я проведу везде. Обязательно ровняйте, чтобы было ровно. Потому что это у нас часы. И здесь никаких плавных, волнистых линий не должно быть. Но сложно сказать, что у нас подготовили. Скорее большую часть сами учили. Интересно. Но, видите, это всегда зависит от педагога. Поэтому. Так, вот сюда ножичка. Вторая у нас идет. Тоже аккуратненько ровняем. Такие, знаете, как ботинки получаются. Можно даже поближе. Или клешоные штанишки. Все здесь тоже. Чтобы не такое большое расстояние между ними было. Вот таким образом. Завтра на уроке мы уже вводим по ту сторону экрана. Да, Илюш, ждешь уже урок? Завтра у нас будет урок. Да. Мне, конечно, очень приятно, что вы и на уроки ходите, и на эфиры успеваете. Это прям вообще... Молодцы. Да, очень. Так, я тоже жду. Завтра у нас очень интересный урок. Так. Ровняем опять немножечко. То, что мне здесь клевовато пошло. Так, сейчас я посмотрю вот так немножечко. А то мне телефон загораживает рисунок, и я не вижу. Сейчас. Вот, вот так. Дальше, после того, как мы сделали с вами ножки, мы с вами берем золотой опять, или охру, или оранжевый, да, какой есть оттенок. То есть, каким делали вот здесь все, таким же сейчас и пользуемся. Раскатываем тоненько колбасочку. Сначала одну, потом еще одну, и еще одну, и еще одну. И украшаем нашу подставку. Так, вот сюда одну кладем. Дальше, еще одну колбасочку. Колбасочку точно такую же раскатываем. И кладем ее пониже. То есть, вот здесь. Так. 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 И еще две маленькие раскатываем и прикладываем здесь снизу. Хотели бы себе такие часики. Интересно, кстати, есть ли фанко-поп часиков таких. Так, с низом, получается, мы закончили. Нас остается теперь только моська и украшение сверху. Смотрите, значит, берем, честно, не совсем. Ну, каждый свое. Я бы хотела. Мне только, если честно, не хотелось бы моську. Да, то есть мне хотелось бы часики, чтобы классический был циферблат. Будем с вами моську делать, так как это герой. Значит, раскатываем колбасочку. И вот здесь мы ее по центру вот так прикладываем вот такой волной получается. а дальше здесь вот так в улиточку сворачиваем. И с другой стороны так же. Илюша, кстати, я удивлена, что ты пришел. У тебя школа-то до скольки? Мне очень многие писали, что вот у нас школа. А я, к сожалению, позже не могу эфир провести. Поэтому вышла в четыре, насколько возможно, поздно. Вот. Так. Опять с этой стороны снова волна. И скручиваем. Длинненько вышла сейчас покороче. А, ты до трех? Ты сразу пришел смотреть эфир? Прям сразу? Так. Волна получается. Еще раз. И заворачиваем. Так. Что-то мне не нравится. Сейчас еще раз. Раскатаю колбаску. Опять волна. И закручиваем. Я немножечко закончился золотой. Поэтому я вот здесь, где у меня его много, подсоберу. Потому что сейчас он опять мне понадобится. И вот здесь вот у нас из золотого тоже украшение вот такое. И еще сейчас чуть-чуть тоже золотого по сусекам по скребу. Потому что не хочу. Надо бежать в другую комнату за золотым. В том году, когда домой надо было в 4, быстро бежать, чтобы успеть. Ого. То есть навык выработал сюда с прошлого года. Так. И вот сюда золотой тоже погружаем. С одной стороны. И с другой. Сейчас еще тоже чуть-чуть по скребу. Но если вы тоже так делаете, вы делаете аккуратно, чтобы не сломать все, что вы вылепили. Это такой лайфхак вам. Когда заканчивается... Кто не знал, да, пластилинчик? Можно подсобрать немножко. Так. И еще вот здесь. Просто уже не хочется доставать какой-нибудь оранжевый. У меня тут под рукой он есть. Но так как я уже начала с золотым все делать, с золотым и закончу. Так. Ну что. У нас остается только моська и стрелки. Значит, смотрите. У этих часиков, на самом деле, носик, он не точно по центру расположен. Он расположен немножечко выше центра. То есть, если центр у нас с вами примерно вот здесь. Сейчас я посмотрю, где он у нас. Вот тут. То мы поднимаемся чуточку выше. И делаем шарик маленький черный. Вот сюда его помещаем. Вот так. Выше центра. И дальше уже от носика мы с вами раскатываем из черного две тоненькие колбаски. Одна у нас колбаска покороче, а другая колбаска подлиннее. Либо, кстати, можно сразу одну колбаску раскатать тоненькую и просто ее потом разделить. Да. Стеком. Значит, одна вот такая коротенькая. Сейчас мы ее помещаем вот сюда. Сейчас еще короче на нее сделаю. Вот так. А вторая колбаска у нас подлиннее. Но ненамножко. Да. Вот с этой стороны. Тоже ее прикладываем. Вот так. Ну и, конечно же, сами стрелочки. Не просто, да, мы палочки такие оставляем. Вот эта большая, которая у нас длинная стрелка. Мы здесь тоже стараемся. Здесь надо очень аккуратненько тоже раскатать тоненькую колбасочку. и ее вот такой галочкой расположить и соединить. А маленькая стрелочка у нас нет. То есть, если вот эта у нас с вами стрелочка, она имеет дырочки, да, то вот эта стрелка вторая, она у нас целиковая. Аккуратненько тоже вот здесь так прикладываем. И эта стрелочка еще у нас имеет украшение. Ну, это уже прям сложный такой уровень, да, это же те, кто постарше, вы сделаете, будет красиво. А кто помладше, не обязательно. Вот эту маленькую стрелочку мы еще можем с вами украсить маленькими колечками. Тоже раскатываем тоненько колбаски. Вот такое колечко добавляем здесь и с другой стороны. Либо если очень хочется тоже сделать такое украшение, но не получается сделать колечко, то тогда можно просто шарики маленькие-маленькие такие раскатать и шариками украсить. А тут такие изящные классические стрелочки. У вас, кстати, дома какие часы? Какой циферблат? Если вообще, кстати, дома часы, может быть, уже, знаете, все перешли там на телефон и часов нет. Так, дальше с теком рисуем улыбку. Добавляем здесь из темно-коричневого ротик. И так как у ротика есть складки, да-да, даже когда мы с вами улыбаемся, да, у нас уголки губ поднимаются, есть небольшие складки. Мы тоненько-тоненько темно-коричневые их кладем, да, то есть мы с теком нарисовали, а теперь мы просто сверху кладем тоненько темно-коричневый. Когда пролепливаешь персонажей, я уже не раз говорила, кстати, это своим ученикам, невольно подмечаешь многие детали. И вот, знаете, я как-то, ну, часы и часы, да, как бы. Но вот сейчас мы с вами сделаем такой элемент, который раньше не замечала. И вы, кстати, тоже только честно напишите, замечали ли вы его. Сейчас складочки наделаю и скажу. Так, и язычок сейчас положим ещё. Из розовенького здесь вот так. Так, кстати, первый раз провожу эфир в этом аккаунте. Первый раз. Так, смотрите, какой элемент. Я никогда не подмечала, то есть, смотрите, по сути, мы всё сделали. Ну, как всё здесь, ещё глаза сделаем с бровями и всё. То есть у него есть и брови, и нос, и рот, да, и как бы всё входит вот в этот циферблат. Ну, а нет, у него есть подбородок, который выделяется из этого циферблата. Поэтому вот здесь вот телесным положите вот сюда вот так капельку телесного, потому что это подбородок. И вот замечали ли вы эту деталь? Я раньше? Нет. Что вот у него отдельный такой подбородок тут висит. Это очень-очень интересно подмечать такие штучки. То есть художник, да, который создавал данные часики, он даже это продумал и не забыл. То есть, понимаете, да, как это вообще? То есть, по сути, можно же было оставить его без этого подбородка. Но нет. Ему сделали этот подбородок. И мы его сделаем тоже с вами. Аккуратненько только. Подпишите. Что-то не вижу. У меня опять тормозит интернет. Замечали ли вы это или нет? Так, и из беленького теперь раскатываем два овальчика одинакового размера. Прямо у носика. Прямо у носика. Почти близко друг к другу. Нет, не замечал. Ооо. Видите, как прикольно лепить и знакомиться поближе с персонажем. Так. Дальше. Из черненького делаем зрачки. И из черненького раскатываем тоненько-тоненько бровки. Так. Одна. И вторая. Так. 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 Ну и собственно все. Такие часики у нас с вами красивые. Очень получше есть. Завтра мы будем лепить фигурку диснеевского героя. На. Будет у нас прямой эфир в YouTube. в 15.30. Так что кто не знал, да, что не здесь, не пропускайте, присоединяйтесь завтра в YouTube. Я в YouTube пластилиновая Лена. Прямо так можете в поисковике набрать и найдете мой аккаунт. А носик золотой будет? А у него золотой носик? Давайте сейчас посмотрю. Мне казалось, что нет. А, да. Смотрите, здесь на самом деле можно выбрать было два стиля. Давайте, давайте сделаем, конечно, золотой. Я брала арт, где все черное. Давайте сделаем. Я приду. Отлично. Тогда до встречи завтра. Давайте вот так добавим. Да, кстати, так даже симпатично. Красота. Так. Ну что, дорогие мои, я сейчас постараюсь, то есть я буду делать все возможное, да, чтобы сохранить этот эфир. Кто что-то не успел или кто не успел вообще на эфир прийти, да, вы уже сможете посмотреть записи и создать такие прекрасные часики. Благодарю вас за внимание. Фотографируйте свои работы. Это выставляйте их в Инстаграме, отмечайте Муниклин колебкой. Я буду смотреть вас, лайкать, репостить к себе в сторис. Вот. И до завтра в 15.30 в Ютубе пластилиновая Лена встречаемся и завтра лепим фигурку. Все. Всех благодарю за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. Всех благодарю.